Вот же, наша трансляция включена, и можем начинать. Марьяна передает... Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, дорогие участники. Я безумно рада модерировать эту сессию как журналист, который занимается молдавской и румынской тематикой и Центром гражданских свобод. Это уникальная, на самом деле, организация, которая задает тон, ритм, прав человека в Украине. Поэтому такой формат, как Solidarity Talks между нашими странами, он необходим и актуален. Я начну с того, что представлю наших экспертов, с которыми мы будем работать сегодня, которых порекомендовали мне мои коллеги, которых я порекомендовала. И я надеюсь, что дискуссия с вами будет очень полезна для наших слушателей. Как сказала Александра Романцова, эту панель мы опубликуем. Обязательно будем работать с ней как с аналитическим материалом. Что ж, и вот смену власти в Молдове. В Молдове мы будем обсуждать с Виталием Гамурарем, экспертом по международному правду. Добрый день. Добрый день. Россияным Василовым, экспертом по вопросам безопасности и военному делу, экс-руководителем пограничной полиции Молдовы. Добрый день. Владиславом Кульминским, директором министра России и Киевской. Здравствуйте. Поскольку мы с вами. Вы с нами. Вижу. Лилия Бураковки, журналистка-телеведущая, которая знает изнутри ни один политический цикл в Молдове. Добрый день, Лилия. Здравствуйте. Приятно Вас видеть. Надежда Иванова, руководитель восточно-европейской программы «Прав человека и демократии» чесской организации People in Need. Здравствуйте. Занимается вопросами Приднестровья с 2014 года. Ион Маноле, исполнительный директор ассоциации «Промо-Лекс». Правозащитник, представляет жителей Приднестровского региона во многих стратегических делах о нарушении прав человека. Добрый день, господин Маноле. Добрый день. Анжела Грамада, президент румынской ассоциации «ЭСГА», эксперт по вопросам безопасности и глобальным вопросам. Добрый день, Анжела. Добрый день. Благодарю вас всех, что приняли наше приглашение. Ну и кратко для наших участников, почему, собственно, мы сегодня возвращаемся к обсуждению вопроса Приднестровья, почему это снова становится острой и интересной темой. Дорогие участники, 15 ноября в Республике Молдова прошли выборы. И по итогам второго тура новым президентом Республики станет лидер партии действия «Солидарность» Майя Санду. Это действительно поворотный период в жизни Республики, потому что в 2016 году госпожа Санду уже пыталась победить на президентских выборах. И вот, наконец-то, внешний курс Республики будет, мы надеемся все, что он будет более определен, потому что проевропейские силы взяли победу. И вот сегодня с нашими экспертами мы будем обсуждать вопрос Приднестровья, потому что это было одно из первых смелых острых заявлений новоизбранного президента. В частности, Санду говорил о том, что необходимо вывести российские войска. И Приднестровье – это оккупированный регион, который, в частности, находится на южных границах Украины. Поэтому, конечно, для нас этот вопрос остается в фокусе внимания. Постоянно мы следим за этой ситуацией. И кратко, как мы будем работать. У нас будет три интуитивных блока по 30 минут. Мы будем работать до 14.00. Я предлагаю вам обсудить первые полчаса ситуацию, статус-кво, что сейчас происходит в Приднестровье, как об этом заявляют нынешние молдавские власти. Потом перейти к рискам, которые ожидаются от каких-то новых подходов, которые возможны. И, подводя итоги, я хотела бы вам предложить высказать свои экспертные идеи, потому что Solidarity Talks – это о новых идеях, о новых подходах. Ну и давайте начнем, перейдем к самому интересному. Поэтому, господин Гамурарь, давайте начнем с вас. Как вы оцениваете заявление госпожи Санду, ее инициативой, и как изменится подход к Приднестровскому вопросу? Ну, в принципе, заявление, которое было сделано, это... Есть последовательность. Потому что на протяжении долгих лет, или, по крайней мере, последние лет пять, власти Республики Молдова неоднократно говорили о том, что они стараются сделать все возможное, чтобы из этого региона были выведены... То есть, опять же, нужно разграничивать те группировки, которые находятся в этой зоне. Вопрос в том, что насколько это все реально на сегодняшний день. И я следил за последние годы все, что происходит, в том числе, с точки зрения международного права, в первую очередь, с точки зрения международного права, потому что, к сожалению, у Кишинева не было никогда четкой концепции по поводу Приднестровского регулирования. Ну, и это долгий вопрос, потому что началось еще в 92-м году. Давайте просто пример приведу, что в истории миротворческих сил и структур мы являемся, ну, можно сказать, вторым государством после Грузии. Это на постсоветском пространстве происходило, когда одна из сторон, которая была вовлечена непосредственно в вооруженный конфликт, самостоятельно взяла на себя роль миротворческой структуры, не только государства. Естественно, с согласия официального Кишинева. То есть, не было ни резолюции этой безопасности. В принципе, исключили из этого переговорного процесса Бухарест, потому что те, которые занимают этим вопросом, знают очень хорошо, что вначале Бухарест также участвовал в этих переговорных процессах. И очень часто возникал вопрос с точки зрения международного права. Но впоследствии, в результате политических игр и договоренностей, в принципе, и Кишинев согласился, и Бухарест был исключен. И Кишинев остался один на один в этом переговорном процессе с Москвой, с Киевом на тот момент, который, в принципе, тоже не особо поддерживал Кишинев. Ну, естественно, Террасполь. Я говорю с точки зрения возможных переговорных процессов, поскольку за последние годы, ну, уже лет 10, как минимум, занимаясь вопросами, то, что мы называем «trazist as justice», то, что сейчас в Украине очень хорошо знают. Например, последние годы, когда еще при старом режиме, при Порошенко, я был участником, так называемый, научный блок при Министерстве Украины по временно оккупированным территориям и внутрепереселенным лицам. И ту практику, которую накопил, это и Северная Ирландия, это и Косово, и Босния, и Герцеговина. В принципе, мы говорили о том, что для того, чтобы решить этот вопрос, это очень долгий процесс. На протяжении последних лет все, что было, по крайней мере, все декларации, которые были, большей части они были такого рода политического, то есть, в принципе, никаких конкретных решений не придавались. Мы вспомним, что есть закон 2005 года о особом статусе данной зоны, но этот закон практически не действует. И здесь нужно исходить, что переговорный процесс или то, что происходит после постконфликтный период, он в обязательном порядке предусматривает некие переговоры, некие комиссии, которые должны работать. На сегодняшний день, то есть, другого выхода нет, есть комиссия 5 плюс 2, она должна работать, потому что другого выхода нет. Те заявления, которые были сделаны не один раз о том, что Ишинев настаивает на том, чтобы та структура, которая находится сегодня на левом берегу, или, по крайней мере, мироторгический контингент, чтобы он был превращен в гражданский. Практика есть в мире, но для этого нужно, чтобы существовала четкая концепция со стороны государства. То есть, пока нет единого подхода со стороны всех властей, ну, по крайней мере, исполнительной и законодательной власти, то очень сложно говорить о том, что этот вопрос будет решен завтра или послезавтра. В любом случае, решение такого вопроса – это долгий процесс. Это процесс, который может длиться 10-20 лет. В этом ничего странного нет. Я, например, 4 года назад был проект, финансируемый посольством Великобритании, и мы начали так вот разъяснять, в принципе, что такое Transitional Justice. Я читал такого рода лекции для судей, для прокуроров, и многие не понимали, что это такое, почему, как это возможно, и почему этим не занимаются политики. Ну, мой ответ был всегда простой. Политики приходят и уходят, а непосредственно, впоследствии решать какие-то конкретные вопросы, связанные с правами человека, связанные с собственностью, связанные с задержанием и так далее, которые, в любом случае, должны будут решать соответствующие структуры. Если бы, например, за последние 5 лет, если бы те декларации, которые делались, были бы декларации в том числе и с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, но у нас не было такого успеха, какой был, например, Украина в 2014 году, в мае месяце, когда была принята резолюция Генеральной Ассамблеи, 100 голосов с подтверждением того, что Крым является составной частью Украины. И, в принципе, все знают о том, почему это не было проведено через Союз Безопасности. Это право вето, которое использовала Российская Федерация, в любом случае бы. Но в любом случае были какие-то попытки. Но, к сожалению, эти попытки разовые, и ни к чему, в принципе, в конце концов это не ведет. Более того, очень часто разговоры, по крайней мере, очень редко с точки зрения международного права эти вопросы обсуждаются. В основном это политические аспекты. И самое главное, например, присутствует сегодня вместе с нами, и люди, которые знают непосредственно ситуацию на местах, в том числе, что касается нарушений прав человека. И вопросы о том часто выступают, что якобы те решения Европейского суда по правам человека, по которым Республика Молдова и Российская Федерация осуждены, это ничто не дое, чем это означало бы, что этот режим, территория находится под режимом военной оккупации. Я каждый раз напоминаю, что режим военной оккупации – это немного другое. Да, в международном праве территория определяется, или, по крайней мере, юрисдикция территории определяется либо законодательством государства, кому она принадлежит, государство принадлежит эта территория, либо эта территория находится под военной оккупацией. Ситуация с Республикой Молдова немного странная, потому что мы не признавали, как, например, есть в Украине закон, или есть в Грузии соответствующий закон, мы не признавали никогда официально, что территория находится под режимом военной оккупации, по простой причине, что существует механизм 5 плюс 2, и Кишинев согласился и участвовал в этом переговорном процессе. Вопросы, которые касаются непосредственно, почему я пытаюсь как юрист объяснять, что Европейский суд по правам человека просто не допускает некого вакуума, который бы находился в той зоне, и поэтому есть такое понятие, которое юристы хорошо знают, есть понятие общего контроля и эффективного контроля. То есть если бы с этого исходить, то впоследствии можно говорить уже и о дальнейшем. Проблема самая главная, что нет доверия между жителями правого и левого берега, это однозначно, но и более того, нет доверия со стороны политиков будь то с Кишинева, будь то и с Террасполя. Я вспоминаю, вот последние 3-4 года мы проводили под агидой Бухареста одну конференцию в Сибилу, две конференции в Бакэл, где участвовали в том числе представители российского посольства в Румынии, участвовали представители Террасполя. Я был участником в качестве эксперта, но я разъяснял, то есть не касался вопросов политики, я исходил четко с точки зрения международного права и те принципы, которые, или та права, которая существует в очень многих странах. И когда я говорил о том, приводил примеры африканских стран, возникали вопросы, почему это мы должны присматриваться к африканским странам. Ну, простой пример. Принципы ДДР, то есть демократизация, разоружение или интеграция, это один из принципов, который очень широко применяется в странах африканского континента, ну и впоследствии, естественно, уже их перенимают, пытаются, по крайней мере, это Босния, это Косово. И без этих вопросов, то есть без демократизации, это долгий процесс. Решить какие-то вопросы, конечно, очень сложно, потому что когда говорят о том, что давайте проведем референдум, для того, чтобы проводить референдум, например, в одной или другой зоне, ну, во-первых, должно участвовать население всего государства, это раз. Во-вторых, для проведения референдума нужно создать необходимые условия по демократизации общества, и для того, чтобы политические игроки имели право, одинаковые, по крайней мере, права и возможности выступать на одной и другой стороне, для того, чтобы был открытый диалог, это предусматривает в том числе в последствии пересмотр или, по крайней мере, создание совместных комиссий, которые могли бы сказать, что произошло в 92-м году, не эмоциями, а вот в интересах граждан с обоих берегов, для того, чтобы можно было прийти к какому-то знаменателю, по крайней мере, от чего отталкиваться. Это означает большая работа, для этого нужны эксперты, но я еще раз повторяюсь, то, что я видел за последние годы, такого желания практически не было. Господин Василой, как вы считаете, есть ли у новой власти такое желание, о котором господин Гамурар сейчас говорит, и на что, какие инициативы готова продвигать новая администрация? Добрый день и спасибо за эту возможность участвовать и поделиться своим мнением. Перед тем, как ответить, Марьяна, на твой вопрос, я бы хотел сделать несколько ремарок. В Приднестровье, по крайней мере, ты назвала новой темой после 15 ноября вопрос урегулирования того, что происходит на левом берегу Днестра. Это не новая тема, это тема, которая уже на повестке дня в Республике Молдова и не только 28 лет. Второй момент, тоже, который ты назвала, это смелое высказывание президента, выбранного Майю Санду, по поводу Приднестровского вопроса, вывода войск. Госпожа президента ничего нового не сказала, она только подтвердила ту позицию Республики Молдова, которая высказывалась в течение всего периода и всех лет, после 92-го года. Вопрос в том, я думаю, мы сегодня будем это обсуждать, как отреагировали различные участники переговорного процесса. Теперь, что касается новой власти, мы здесь должны очень четко разграничивать, что такое новая власть. Майя Санду была выбрана президентом Республики Молдова. В программе ее очень четко обозначено, что будет делаться в вопросах Приднестровского урегулирования. Но здесь мы, конечно же, должны учитывать тот факт, что основные вопросы в этом направлении держатся на правительственных структурах. И я констатирую, что, к большому сожалению, за последние годы и за все вот эти 28 лет, и я здесь соглашусь с господином Гамурарем, у ни одного правительства не было четкого понимания, четкого видения, четкой стратегии, и как урегулировать Приднестровскую проблему, Приднестровский вопрос, Приднестровский конфликт, последствия войны 1991-1992 года. Вот видите, сколько только я номинований дал, которые у нас все будируется в нашем публичном пространстве в Республике Молдова. Тоже господин Гамурари сказал, и я думаю, что мы должны говорить об этом. Нет доверия между гражданами, которые проживают на правом и на левом берегу Днестра. Я не соглашусь с этим мнением. И концептуально не соглашусь. Я был и первого числа, и пятнадцатого числа, пятнадцатого ноября в зоне безопасности. И я видел реакцию граждан, которые приходили голосовать с левого берега Днестра. И кроме этого мы видим каждый день, что проблем между гражданами, которые проживают там, на оккупированной территории, или на левом берегу Днестра. И проблем, которые проживают здесь, нет. Единые семьи, во многом есть единые интересы. Конечно же, мы должны разграничивать определенное влияние, к примеру, режима, который там находит, там находятся у власти, и пропаганды. Вместе с тем, вопросы, которые за последние 28 лет никак не решались, привели к тому, что определенные политические силы, как у нас здесь, в Кишиневе, так и на левом берегу Днестра, так и в других странах, я позволю себе сказать, в том числе и в Украине, про Российскую Федерацию я не говорю, позволили создать и продвигать определенные интересы, во многом эти интересы незаконные, по продвижению, к примеру, схем и нелегального финансирования определенных процессов. Но, отвечая на твой вопрос, хочу сказать однозначно, что новоизбранный президент Майя Сангу и в повестке дня Приднестровское урегулирование или решение этих вопросов будет, и акцент будет ставиться на, так как и отмечено в программе ее, на дискуссиях и переговорах на международном уровне в формате 5 плюс 2, для того, чтобы изменить, и разговаривая по тематике нашей сегодняшней встречи, права человека, изменить вот эту парадигму. У нас, к сожалению, в последние годы все прикрывались решением вопросов простых граждан с левого берега Днестра, в том числе есть некоторые международные организации, и я не постыжусь это рассказать, которые продвигают права человека, но в какой-то очень узкой сфере, не решая вопросы глобальные и стратегические нарушения прав человека на левом берегу Днестра. И прикрываясь вот этими посылами и не знаю, как перевести, грижа фа ци дю вами. Забота о гражданах. Забота о гражданах, да, господин Думрач, спасибо. Мы постоянно, ну не постоянно, но на определенных этапах что-то уступали. Мы им предоставляли возможность, ну, к примеру, выдавать нейтральные номера и так далее, и так далее, и так далее. Решаются вопросы и обсуждаются вопросы, и постоянно есть такое давление по решению вопросов в области телекоммуникации. Но никогда мы не обсуждали вопросы, к примеру, безопасности и того, что происходит в зоне безопасности. Я здесь говорю о военных учениях, я говорю о предвижениях войск, и здесь не буду сейчас заходить, потому что у меня различное мнение по тому, что там у нас находятся. Миротворческие силы, ограниченный вооруженный контингент и так называемый силовой блок региона. Мы не говорим о правах человека и о нарушениях как инструмент влияния на определенные процессы, в том числе и в переговорном процессе. Я думаю, что сегодня и мои коллеги, которые выступали, и господин Гамурабик говорил об этом, который будет в дальнейшем выступать, будем затрагивать все эти вопросы, но я сейчас хочу закруглиться и отметить, что, конечно же, нужно учитывать в перспективе, в ближайшей, то те посылы и те направления, которые выдала и госпожа новоизборный, президент Майя Санду, для того, чтобы создавать механизмы, как реагировать реагировать на определенные риски и угрозы, связанные с коррупцией, со схемами и с другими противоправными действиями, если можно так сказать, очень дипломатически, которые исходят из всего этого статус-по. Я думаю, спасибо вам огромное за ваше мнение, я думаю, здесь интересно послушать, как раз, что думают по этому поводу правозащитники. Госпожа Иванова, вы согласны с тем, что в некотором роде права человека не играли стратегическую роль? Добрый день, да, на самом деле я абсолютно согласна в этом смысле с предыдущими спикерами, к сожалению, мы очень много времени проводим в попытках поговорить с людьми в Кишиневе, с международными организациями, межправительственными организациями, которые занимаются преднестровским вопросом или каким-либо образом занимаются поддержкой гражданского общества или прав человека в преднестровском регионе. К сожалению, безусловно, те системные проблемы, которые существуют в преднестровском режиме в данный момент, не являются приоритетом в этих переговорах, поскольку на самом деле там, наверное, невозможны переговоры, там вопрос ставится ребром, либо вы перестаете нарушать права человека, либо вы продолжаете нарушать права человека. Это достаточно бинарное состояние. И тут как бы давление никакого в этом переговорном процессе не оказывается. Действительно, существует политика попыток решить какие-то более скромные вопросы или маленькие проблемы. Они не маленькие, безусловно, проблемы. Это большие проблемы, но они не системные. И попытки их решить, я на самом деле понимаю эту стратегию, я с ней не согласна, но я ее понимаю как правозащитник, но я понимаю стратегически, почему эти межправительственные организации, тем более в переговорном процессе 5 плюс 2, пытаются хотя бы начать с чего-то малого. С точки зрения ситуации прав человека в самом регионе, к сожалению, ситуация ухудшается просто семимильными шагами. И мне кажется, определенное на это имеет большое влияние как раз определенная безнаказанность того, что там происходит, поскольку никто не может повлиять на местный режим и заставить его каким-то способом перестать. В каких-то определенных историях мы наблюдаем вмешательство Евросоюза, вмешательство ОБСЕ, вмешательство других структур в какие-то уже совсем отдельные вопиющие громкие истории, но для того, чтобы история стала громкой, нужно, чтобы они знали, чтобы ей интересовались. Организации, которые системно работают в регионе и мониторят ситуацию с правами человека, там не так много, не у всех есть доступ в регион. Наши коллеги, например, из People and Need получили запрет на въезд в регион в начале этого года после того, как поддержанная нами активистка была, против нее была возбуждена уголовное дело по статье «Экстремизм». Это наши домыслы, естественно, потому что в запрете от МГБ никто ничего объяснять не будет. Вы просто запретили въезд и до свидания. С позапрошлого года, когда был принят закон о запрете иностранного финансирования некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью, и в отличие от российского закона политическая деятельность там была очень четко прописана и включала в себя приблизительно все. То есть власти могут этим пользоваться как угодно. Наши партнеры были, на них были поданы разные, организованы разные проверки, они проходили многими судебными процессами для того, чтобы избежать штрафов, и в итоге эта история каким-то образом замялась скорее всего с помощью внешнего вмешательства, но для этого мы все трубили во все возможные трубы, вмешивались молдавские организации, молдавские СМИ, иностранные партнеры, потому что вот какой-то был абсолютно вопиющий случай, организации, которую все очень хорошо знают, и поэтому у них получилось каким-то образом это остановить. Сейчас пошла волна многих уголовных дел по обвинению в экстремизме. Экстремизм в преднестровском понимании значит приблизительно все, что угодно, там оскорбление властей или какое-то недовольство, или посты в Фейсбуке в случае активистки, которую поддерживали мы, это была публикация сборника интервью с преднестровскими молодыми людьми, которые прошли срочные службы в армии, о ситуации в преднестровской армии. Дело ведет военная прокуратура, у нас даже нет доступа к материалам дела, активистка вынуждена была покинуть как регион, так в какой-то момент и республику Молдову, потому что машины с преднестровскими номерами ночевали под ее окнами в Кишиневе. То есть ситуация выходит из-под какого-либо контроля, и, к сожалению, несмотря на то, что в последнее время интерес к региону и в Молдове, и среди международных молдавских партнеров, он увеличивается, тем не менее какого-то решения этой проблемы не видно. Ситуация, сейчас в Приднестровье прошли парламентские выборы, все мандаты получили члены партии шерифа, то есть власть в регионе абсолютно консолидирована, никакой оппозиции даже как бы номинальной там нет, гражданское общество находится вот в той ситуации, в которой оно находится, с попытками, оно существует, оно на самом деле достаточно активное, оно достаточно эффективное в каких-то вопросах, правозащита в том чистом виде, в котором мы к этому привыкли, она там также существует, хотя находится под огромным давлением, но тем не менее с точки зрения Приднестровского региона ситуация как бы движется только в худшую сторону. Избрание Майи Сан был президентом, я знаю очень многих жителей Приднестровья, которые за нее голосовали, тем не менее их голосование тоже мы видели, наблюдали несколько скандалов с тем, как жители Приднестровского региона как им препятствовали в воле изъявлений и было несколько этих историй, которые были достаточно волнительны для нас, некоторые наши активисты например подверглись нападениям на их машины, просто машины были с Приднестровскими номерами. Тем не менее с моей точки зрения избрание Майсанду президентом и ее последующая риторика на самом деле на ситуацию с гражданским обществом в Приднестровье никакого влияния особого иметь не может, потому что это ничего нового, это действительно все предыдущие правительства говорили о необходимости выводе войска и решении вопроса, но мне кажется, что какого-то большого интереса искать компромисс нет практически ни у одной из сторон. Наверное, самый большой интерес есть в Молдове на данный момент, но надо понимать, что решение Приднестровского региона повлечет за собой огромное количество внутренне молдавских вопросов. Поэтому на самом деле ситуация со статусом КВО находится на таком уровне последние 28 лет и я боюсь, что большого интереса ее куда-то двигать ни у кого нет. Спасибо огромное. я хотела бы предложить господину Маноле рассказать, как можно стратегически объединить политический подход и правозащитный подход, но перед этим господин Василой, если можно, короткую ремарку в ответ на то, что сказала Надежда Иванова о том, что препятствовали волеизъявлению гражданам так называемого Приднестровья, потому что я знаю, вы занимались этим вопросом. Буквально пару слов. Вот я хотела бы, чтобы это было сбалансирован, этот момент. Пожалуйста. И потом господин Маноле. Да, очень кратко. Не было никакого препятствования возле изъявлений граждан. Была естественная реакция на незаконные действия, которые у нас была из-за благовеменной информации на то, на то, что осуществляется организованный подвоз и покупка голосов избирателей. Конечно, здесь мы можем интерпретировать все эти вопросы, но не было препятствования гражданам приходить и осуществлять свое волеизъявление. Марьяна, ты там была на месте, ты можешь свое введение по данному вопросу сказать. Я говорю то, что я видел там. Я видел организованный подвоз, я видел, как людям деньги давали и у нас есть достаточно доказательств всех этих незаконных действий. Спасибо вам огромное. Господин Маноле, вы как известный адвокат прав человека, как вы можете оценить ситуацию, которая сейчас существует. Какими стратегическими подходами можно объединить, чтобы политика и правозащита шла в унисон в интересах и граждан, и государства, в котором они живут? Доброго дня всем. Спасибо. Ну, я думаю, что с самого начала нужно сказать, что и политика, то есть решение этой проблемы, преднестровской проблемы, и права человека очень взаимосвязаны. Поэтому не зря режим Террасполя и Москва сопротивляются правам человека, делают все возможное для того, чтобы права человека не были продвижены в Приднестровье и тем более защищены. Я говорю со знанием дела, как говорят, у нас не только запрет въезда в Приднестровье, но также уголовные дела. Мы даже попробовали защищать свои права в их судах и этих структурах, но нам не позволяют. Поэтому для нас остался один вывод. самое лучшее для Приднестровского режима, Терраспольского режима, было то, чтобы нас держать далеко от этой территории и от этих людей. Поэтому я буду наставить на том, что права человека и решение Приднестровской проблемы, как минимум, не знаю, как в других конфликтах, но точно знаю о нашем конфликте, что эти две проблемы взаимосвязаны. Да, действительно, мы занимаемся стратегическим литигированием, литигацией. Мы, когда начали понимать ситуацию в Приднестровье, мы поняли, что права человека должны быть защищены и у нас будет больше шансов говорить об этой ситуации и будет возможность настаивать на каких-то решениях и на решения конкретных проблем, только если у нас будут доказательства. И мы сконцентрировались на делах. То есть мы взяли много дел, мы их начали и попробовали провести через национальные учреждения, через национальные институты власти, в том числе юридические. и у нас этого не получилось, потому что нужно сказать на национальном уровне полный хаос в этом направлении. У нас есть только декларативные законы, которые защищают права, которые гарантируют права, в том числе в Приднестровье. Но на самом деле, когда человек сталкивается с конкретной ситуацией, чиновники, юридические структуры Республики Молдова, они в полном недоумении и не знают, как решать проблему. Нам приходилось очень много раз, приходя с какими-то делами, с какими-то людьми, жертвами нарушения прав человека в Приднестровье, нам приходилось приходить и практически рекомендовать и давать решение этой ситуации, конкретной ситуации, потому что на государственном уровне они никогда об этом даже не думали. Что касается прав человека, что я еще могу сказать? Вся проблема и вся ответственность лежит на государстве Республики Молдова. И правильно мои коллеги раньше говорили, что у Кишинева не было никогда видений, а в отсутствии этого видения конечно ничего не будет. Не будет понимания, как решать, как подключаться, как попробовать, как настаивать. И естественно отсутствие вот этого видения и отсутствие всяких конкретных движений в этом направлении сказывается и на результат, который мы имеем на политическом уровне. Кишинев очень слаб. Кишинев практически соглашается всегда с тем, что диктует Москва и все чаще террасполь. Поэтому мы не знаем уже, как говорить, как настаивать, но мы считаем, что без включения прав человека, без гарантии, реальной гарантии соблюдения прав человека мы не сдвинемся с этой точки, с мертвой точки. И мы считаем, что вообще права человека не должны быть предметом торга. Не должны быть предметом торга. Да, не должны быть предметом торга. То есть о правах человека на политическом уровне не должны долго разговаривать. Они должны только создавать условия для того, чтобы человек имел вот эти гарантии. А когда случаются нарушения прав человека, у всех лиц, которые сталкиваются с какими-то проблемами, чтобы были конкретные и эффективные инструменты защиты прав. Я здесь буду уточнять. Конечно, права человека нарушаются везде. И для нас, правозащитников, очень важно, чтобы существовали инструменты эффективные для защиты этих прав, когда они нарушаются. Что касается Приднестровья, то в этом регионе мы уже практически 15 лет повторяем каждый день, что таких инструментов нету ни на местном уровне в Приднестровье, ни на национальном уровне. И осталась только международная арена, международный уровень. мы на сегодняшний день имеем около 30 решений европейского суда, где очень четко и ясно было доказано, что права человека в Приднестровье нарушаются, что права человека в Приднестровье не могут быть защищены. И европейский суд практически признал, что есть серьезная проблема, не только по одной проблеме, по одной ситуации, есть вообще комплексная проблема по правам человека. И вот мы уже после первого решения европейского суда 2004 года, после 16 лет, не имеем никаких дискуссий на национальном уровне, мы не имеем никаких планов с нашими партнерами, как продвигать и как решать вот эту проблему в дальнейшем. Мы нас оставили, нас адвокатов практически оставили один на один на международном уровне, мы пытаемся через Совет Европы, через Совет министров использовать все инструменты и все возможности, которые у нас есть на этом уровне, но практически других партнеров у нас в этом направлении нет. Я очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия поможет нам всем выбрать или найти новых партнеров в этом направлении. мы нуждаемся в этой помощи. Микрофон. Спасибо вам огромное, господин Маноле. Очень хорошо, что вы сделали акцент на партнерах. Для Украины это всегда очень важный вопрос с Приднестровой, потому что это касается непосредственно наших границ. Интересно было бы услышать взгляд из Румынии. Госпожа Громада, как в Румынии воспринимают, если на повестке так активно, как в наших странах Приднестровский конфликт, как это воспринимается, как вы оцениваете возможно влияние, я не говорю об участии, в таком более активном присутствии румынских коллег в этом вопросе. Добрый день еще раз. Я начну с тем, что я попрошу прощения из-за моего русского. Я давно не разговаривала на русском языке. В первую очередь я бы хотела сказать, что мои коллеги, которые здесь присутствуют, очень скромные. Они не говорят, что у них есть уже двухгодовая инициатива изучать права человека, изучать права человека в конфликтных зонах, то есть Украина, Молдова и Грузия. Надо об этом уже рассказывать, потому что мы сделали очень много дебатов по этому поводу и инициатива существует и мы над ней работаем, чтобы дать ей больше, как сказать так, большего влияния на экспертную оценку. А для нас, для Румынии это очень важно, потому что да, есть пара инициатив, которые изучают Приднестровский конфликт, но изучают его очень так односторонно и смотрят только на то, как влияет Россия на то, что происходит в Молдове. Они не изучают досконально и когда приглашают экспертов из Приднестровья, такие инициативы тоже есть, и об этом сегодня говорили и говорили предыдущие эксперты, то акцент не ставится на то, что действительно важно, на то, как соблюдаются права человека, а просто дают голос Приднестровским представителям, так сказать, которых мы не признаем как партнеров по диалогу, и это очень важно напомнить. все время мы как будто смотрим на то, чтобы не ущемлять права не людей из Приднестровья, то есть молдавских граждан из Приднестровья, а мы смотрим, чтобы мы не ущемляли права тех, с которыми мы беседуем во время переговоров, и это очень плохо, но это мое мнение. Во-вторых, в Румынии мы смотрим на Приднестровский конфликт только с точки зрения внешней политики, с точки зрения тех угроз, которые присутствуют в регионе для нашей безопасности, и досконально мы не смотрим, то есть мы не изучаем так, как изучают, например, украинцы Приднестровский конфликт, потому что мы боимся, чтобы кому-то не угодить, не только в Москве, но мы смотрим на то, что скажет Кишинев по этому поводу, а за последние четыре года Кишинев был очень такой, как сказать, сензитив, очень, то есть они искали как бы угодить своим интересам, политические силы, политические элиты смотрели только на свои интересы, на свои определенные схемы, которые они рассматривали как достояние своего политического дела. И то, что мы видели, что происходило за последние четыре года, те планы, которые нам господин президент предоставил и не предоставил в полном комплекте, то есть мы узнали только часть этих планов, мы весь документ не смотрели, и весь пакет нам не был предоставлен на обсуждение с экспертами, с НПО и так далее. Это опять очень важно, потому что это дает нам право говорить об этом очень громко и дает нам право говорить об этом в разных форматах и информировать и румынскую публику. Почему и румынскую публику? Потому что у Румынии есть там граждане, люди, которые имеют гражданство Румынии, не только гражданство Республики Молдова. Их права тоже ущемлены, я имею в виду и лицеи румынские, которые на территории Приднестровья, и экономические вопросы, то есть экономические права граждан из Румынии и так далее, и так далее. Но Румыния смотрит все время на то, что говорит Кишинев, на то, чтобы не обидеть кого-то в Кишиневе. Мы организовывали пару дебатов летом, и тогда мы смотрели на то, как будут происходить выборы в Молдове, насколько важен голос из Приднестровья и что будет происходить после этих выборов по Приднестровскому вопросу. И когда мы обсуждали, вот и Русиан здесь присутствует, и Иоанн Мануэля присутствует, и, по-моему, и вы, Марьяна, присутствовали на один из этих дебатов, мы говорили про то, что Румыния не так активно участвует, я не имею в виду переговоры, не активно участвует в дебатах по поводу конфликтов в регионе, так как участвует Украина. Почему? Потому что та модель, которая приветствуется из Москвы, она не вполне подходит Украине, я бы даже сказала, совсем не подходит Украине, и мы имеем в виду федерализацию, а федерализация это план президента Республики Молдова, который он представил всем, и сказал, что он обсудил этот план с гражданским обществом, но с каким гражданским обществом мы не знаем. То есть только люди, те, которые проверены президентом, Республики Молдовы, и все. И нас удивило то, что украинские эксперты настолько знают то, что происходит не в регионе, а что происходит в Приднестровье, а на румынской стороне очень много вопросов, которые еще не обсуждали до сих пор, хотя у нас есть какие-то и отчеты экспертные, и какие-то высказывания экспертов из Румынии в разных региональных форматах и так далее. Но я бы сказала то, что действительно существует гражданская инициатива по изучению конфликтов со стороны того, как власти Украины, Молдовы, Грузии пытаются предоставить инструменты для своих же граждан, чтобы они смогли защитить свои права. Существует такая инициатива. Два, действительно Украина более осознанно подходит к этому вопросу, к преднестровскому вопросу, чем Румыния. И три, я бы посмотрела еще на то, как Москва реагирует на то, что происходит в Кишиневе за последние дни, я не говорю про годы и так далее, а за последние дни и как они будут ставить этот вопрос в сторону прав человека, потому что они будут говорить о том, что молдавские власти ущемляют права преднестровцев и права преднестровцев и с экономической точки зрения, и социальное обеспечение вот этих граждан и так далее, и так далее, потому что если вы помните, иногда проявляются такие высказывания по поводу того, что есть блокада или со стороны Украины, или со стороны Кишинева по отношению к преднестровцам, а это не совсем правильно, потому что это не совсем так, и если и существуют какие-то ограничения, то не мы их создаем, как Росян сказал, и как и он сказал, и господин Гамурарь сказал, мы открыто вели себя по отношению к Приднестровью за последние я не знаю, почти 30 лет мы все время шли на уступки, а наоборот, со стороны Приднестровья к нам не было никакого такого конструктивного подхода, как любят наши политики говорить, и все время ставился вопрос, насколько приднестровцы, я имею в виду сепаратические силы пойдут дальше, ущемляя права человека в регионе, а то, что происходило за последние годы, я имею в виду 2020 год, и с людьми, которые были задержаны нелегально, нелегально на территории Молдова, то есть подконтрольной территории, то есть это не видно из Москвы почему-то, и опять, вот эти акценты я бы поставила, и об этом я бы проинформировала больше публику из Румынии, чтобы мы знали больше про то, что происходит, и здесь я бы включила больше журналистов из Румынии, может быть какие-то программы вести вместе с ними, для того, чтобы действительно проинформировать румынскую публику, иначе они просто не будут знать о том, что там ущемляются права граждан в Румынии. Спасибо вам большое, Анжела, за ваши идеи и за ваш анализ. Господин Кульминский, давайте продолжим этот момент, который госпожа громада уточнила, реакции, какую можно ждать из Москвы. Как вы считаете, насколько мы можем ее предсказать, насколько это вообще предсказуемо, как будут вести себя в Кремле при подходах Санду к Приднестровью в частности. Господин Кульминский, вы с нами? Да, Марина, спасибо большое. По правде говоря, мне очень сложно сказать, какие будут подходы Кремля и что они будут там делать, что они неудумают, но определенные выводы можно сделать исключительно лишь на основе определенных аналитических догадок, на основе того, на основе каких-то действий, которые были в прошлом. Давайте начнем с нескольких базовых вещей, которые, на мой взгляд, здесь абсолютно необходимо понимать. Мне кажется, что мы сейчас проживаем через такой период очень интересный, который называется «Вторая волна распада и переоформления постсоветского пространства». И весь этот период будет крайне сложным, крайне напряженным. И тут международное право, международные договора, просто добрососедские отношения будут играть намного меньшую роль, чем чистые, голые, если хотите, геополитические интересы. Мы это уже видим, мы это видели уже на примере Украины, когда абсолютно никакие добора не помогли выполнению обязательств со стороны Российской Федерации в отношении Украины. Это все было просто-напросто отброшено в сторону и на это никто не обращал никакого внимания. Последние события в Беларуси и в Киргизии и в Нагорном Карабахе говорят о том, что все постсоветское пространство так называемое, тоже мне термин, который очень не нравится, оно все пришло в движение и какие-то варианты выхода из всех этих ситуаций судя по всему будут в конечном итоге оформлены. Тут большой вопрос, какую задачу перед собой ставят люди, принимающие решения. Наверное, от ответа на этот вопрос собственно говоря будет зависеть и будет зависеть стратегия стран по отношению и к своим ближайшим соседям и по отношению к Москве. Судя по всему, сегодня цель влиять на постсоветское пространство постепенно уступает место цели прихватить куски территории и вернее даже не так контролировать то, что можно контролировать. Не пытаться охватить то, что охватить практически невозможно. окопаться закрепиться там, где присутствие уже есть. С этой точки зрения Республики Молдова придется крайне непросто, потому что будет стоять один очень тяжелый и один очень болезненный выбор. Если мы посмотрим вообще на цели и задачи Приднестровского конфликта, да я не только говорю про Приднестровский, я думаю, что это некие такие опорные точки, которые не позволяют основному государству двигаться, ограничивают внешнюю политику, ограничивают внешний выбор тех или иных государств. В случае с Республикой Молдовы, поскольку у нас вопрос о НАТО на повестке дня не стоит, но это конкретно Европейский Союз. Движение Республики Молдова с Европейским Союзом в данном конкретном случае затруднено, но по понятному абсолютно мотиву, неурегулированный конфликт на нашей территории. Поэтому у Республики Молдова будет стоять выбор. Я думаю, что этот выбор будет бинарный. Я не думаю, что будет возможно и одно, и другое, и двигаться в сторону Европейского Союза, и при этом регулировать Приднестровский конфликт на каких-то более-менее приемлемых или выгодных для Республики Молдовы условиях. Это выбор, которого не пожелаешь никому, потому что это очень и очень сложная вещь. У Республики Молдова возможности влияния на Приднестровье резко ограничены. Для вас, наверное, совершенно не секрет, что с военной точки зрения мы просто проигрываем банально по своему потенциалу, поэтому абсолютно никакой вариант урегулирования конфликтом, силовыми методами даже на повестке дня не стоит и не рассматривается. По экономическому потенциалу мы тоже не сильно привлекательны, скажем так, и какого-то изменения в этой ситуации на ближайшее время у нас не предвидится. Поэтому настолько важно, если мы говорим о предыдущем президенте Игоря Николаевича Додоне, то очень привыкли к тому, что он никаких переговоров не ведет, что он сдает одну стратегическую позицию за другой и это у него происходит очень легко и непринужденно. Хотите военное присутствие? Пожалуйста. хотите на 20 лет это тоже не проблема. Федерализация, давайте поговорим. Проблема в том, что в отношениях с Москвой Игорь Николаевич Додон руководствовался во многом необходимостью продвигать свои личные интересы и теми соображениями, что он полностью зависел от Москвы. У него по сути во внутренней политике Республики Молдова принципиальный вопрос была поддержка Москвы, потому что кроме этой поддержки его правительство ни на чем больше не стояло. Поэтому когда ты начинаешь играть в такую игру дайте мне еще больше поддержки, то ты неминуемо начинаешь поступаться чем-то, какими-то интересами. По-другому этого быть не может. Как бы положи палец и откуси всю руку. И в конечном итоге мы пришли к такой картине, что по сути Республика Молдова все свои стратегические интересы сдала уже заранее. И собственно говоря игроком независимым и самостоятельным в полном смысле этого слова не являлось. Вот я думаю, что именно вот этим можно объяснить ту реакцию, которая последовала из Москвы, но в общем-то очень невинные заявления со стороны госпожи Санду, которые повторяют исключительно все то, что говорилось раньше. Кстати, они повторяют во многом даже то, что говорил и сам президент на ранних этапах своего президента. На каких условиях Москва была бы готова урегулировать Приднестровский конфликт? Но я думаю, что ответ на этот вопрос не поменялся с 2003 года. Это какой-то вариант, при котором Приднестровье будет обладать преобладающим влиянием на дела Объединенного Государства. То есть это вариант определенного ограниченного ограниченной дееспособности Республики Молдова по принятию решений, которые будут не нравиться в определенной столице. Это так, мягко говоря. Ну и это, скорее всего, закрепление в каком-то том или ином виде определенного бутыл миротворческого присутствия группы военностей. В Республике Молдова на сегодняшний день ни одно, ни второе на самом деле для широких слоев населения и причем это включает в себя и как людей коренной этнической национальности молдаван-румэн, так и русскоязычные меньшинства эти варианты неприемлемы. Такого рода урегулирование продавить сквозь молдавское общество будет фактически невозможно, кто бы не попытался это сделать. Вот поэтому мы на самом деле находимся в очень глубоком тупике, именно поэтому никаких политических переговоров об урегулировании конфликта сегодня не ведется. Наш главный переговорщик, который занимается урегулированием продавцовского конфликта, за ее или за его спиной нет никакой политической поддержки. Это человек, который по сути принимает во многом решения на свой страх и риск и рискует не только своей собственной карьерой, но во многом еще и головой. Потому что можно наподписывать такого рода вещи, которые следующее правительство подставит под сомнение и задав вполне резонный вопрос, а кто давал бы мандат на достижение таких договоренностей. Во многом человек работает вне какой-то понятной системы координат, вне какого-то даже правового поля, если хотите. Потому что в Кулике Мадова есть закон 2005 года, который четко описывает последовательность действий и возможное пространство для маневра любого переговорщика. Люди действуют за пределами этого пространства для переговоров. Поэтому Республика Молдова собственно говоря и не начинает никакой серьезный диалог политический об урегулировании Пренестровского конфликта, потому что я вам описал исходные данные. У нас никто не готов на такого рода диалог. Это собственно говоря как и в Украине, потому что не думаю, что кто-либо на таких исходных параметрах согласился бы вести этот диалог. Теперь смотрите, очень интересно то, что Республика Молдова ведь с самого начала в 92-м году мы подписали договор о прекращении огня. У Приднестровья открыты абсолютно все торговые режимы, которые только существуют. У нас общий футбольный чемпионат. В одном Приднестровье только проживает больше русскоязычного населения, чем... Вернее, в одном Кишиневе проживает больше русскоязычного населения, чем Кишиневе. Ну, абсолютно все возможные послабления, льготы, которые существуют, они в принципе преднестровские предприятия не даются, при том, что они не платят никаких новых бюджетов. Но при этом ни о каком политическом урегулировании мы так и не разговариваем. Все равно. Смотря на вот такую очень благоприятную отношениях между двумя берегами, и на самом деле нет никакой абсолютно... Ну, конечно же, элита двух берегов великолепно использует неурегулированный статус Приднестровского региона для того, чтобы просто банально делать очень много денег и пилить деньги. То есть там на чем угодно. Мы на самом деле все сидящие в этой комнате, хотя вот россияночек хорошо разбирается во всех этих вопросах, но я думаю, что даже и он не до конца представляет, что там вообще происходит и какого рода там схемы, деньги прокручиваются через регион. На уровне людей же никакой на самом деле враждебности нет. Ну и подводя короткий итог, я в последнее время все больше думаю о том, каким образом мы хотя бы внутри Республики Молдова могли бы прийти к какому-то наименьшему общему знаменателю. Потому что у нас даже внутри Республики Молдова по большому счету нет какой-то единой точки зрения относительно того, как мы будем урегулировать Приднестровский конфликт. Одна партия думает вот так, другая так, третья так. И между, кстати, правыми и левыми в Республике Молдовы, то есть там просто огромная пропасть в этом сайте. Но никакого более-менее рационального или, если хотите, перспективного с точки зрения интересов Республики Молдовы плана по урегулированию Приднестровского конфликта мы пока что до сих пор не применяли. Я думаю, что вот это тоже очень важная часть, чтобы мы внутри у себя хотя бы, по крайней мере, определились с порядком приоритетов и поняли бы, каким образом нам необходимо двигаться и пришли хотя бы к какому-то наименьшему общему знаменателю. Наш достаточно знаменитый переговорщик Василий Шова когда-то в прошлом году такую группу созвал, но, собственно говоря, из-за разного рода интересов ее работа так дальше и не пошла. Вот мы находимся сегодня в такой ситуации, когда Игорь Николаевич Додон, к огромному сожалению, я говорю об этом, он, по сути, сдал все стратегические интересы Республики Молдова за четыре года своего правления. Сегодня Республика Молдова придется очень непростой, потому что придется каждый этап отказывать назад. Придется обратно возвращать позицию на те точки, которые были до периода его правления, придется настаивать на тех вещах, на которых в принципе Республика Молдова настаивала всегда, но видите, как сегодня это оказывается уже не так и просто, потому что поднимается по этому поводу целая истерика. И в общем-то для того, чтобы начинать прагматичный диалог, но при этом жестко отстаивать свои национальные интересы и не поступаться ими, для этого нужны руководители, которые будут очень серьезно озабочены этими вопросами. Ну вот вкратце так, несколько таких ремарк и комментариев. Ряна, вас не слышно, потому что вы, видимо, на мил. Да, спасибо, я постоянно забываю. Господин Кольминский, у меня как раз есть ремарка в части Украины. Вот 10 числа анонсирован визит главы украинского МИД в Кишинев и, насколько нам известно, тоже будут подниматься вопросы безопасности. Что в этой части, вот, имея такие исходные точки, на которых я с вами соглашусь, не готова разговаривать у нас в том числе, что могут обсудить вот Украина-Молдова, чтобы получить какой-то, возможно, прогресс, до чего они могут договориться, имея такую конфигурацию. Ну, там целый ряд вопросов, о которых нужно разговаривать, но ведь этого диалога, по сути, последние 4 года не велось, то есть тут хотя бы нужно понять, где мы находимся. Хотя, госпожа Санду встречалась с президентом Зеленским, когда она была премьер-министром. на самом-то деле, я не буду скрывать, что диалог-то и между нами тоже не очень простой, понимаете, между Молдовой и Украиной есть очень много болезненных, проблемных точек, которые не урегулируются уже десятками лет, и, значит, это тоже вещи, на которые нужно обращать первоочередное внимание. Вы правильно сказали, что до 2014 года Украина играла разную роль в урегулировании по-разному. Мы тоже не всегда это оценивали очень однозначно. С 2014 года позиция, конечно, была абсолютно однозначной поддержкой территориальной целостности и суверенизиот Республики Молдова, но, тем не менее, я думаю, что, знаете, когда вы говорите о вопросах и проблемах безопасности, я думаю, что они очень тесно переплетены с вопросами двусторонних отношений. Я не буду вдаваться в эту тему, но тут, на самом деле, у нас есть очень большой объем совместной работы по этому направлению. Ну и, казалось бы, даже такая простая вещь, как, например, создание совместных таможенных постов, она тоже упирается в ряд неурегулированных вопросов двусторонних. Поэтому остается только надеяться, что этот диалог пойдет все-таки очень конструктивно с новым президентом, но не стоит забывать, что все-таки в конечном итоге это делается на уровне парламентов, то есть выходить на какие-то решения серьезные, которые могут внедряться в реальной жизни, это можно будет сделать, наверное, после того, когда пройдут новые парламентские выборы, когда будет создана другая парламентская коалиция, и будет создана новая правительство в Республике Молодого, которая сможет взять на себя ответственность за эти шаги. То есть в этом смысле, как бы, все-таки, я думаю, полномочек нового президента, они достаточно ограничены. Еще расскажу, то есть там ряд очень непростых вопросов, которые касаются и демаркации границ, которые касаются экологии, которые касаются Новоднестровской крессы и так далее, но и чего греха таить, эти вещи все не решались. Я думаю, что это будет скорее такой визит, наверное, авансы на будущее, когда смогут договориться о том, о том, как начинать решать весь этот ряд двусторонних проблем, для того, чтобы туда в Молдове создаться новое правительство, можно было действительно непосредственно как это происходит. Спасибо большое, госпожа Бураковская. Мой любимый вопрос, который я как раз готовила на окончании нашей дискуссии. Вот я еще раз напомню, госпожа Бураковская это журналист, и через студию программы «Главное» прошли, наверное, большинство молдавских политиков, и не только, возможно, и не только молдавские, и я уверена, что все эксперты присутствующие здесь тоже побывали и работали с Лилей. Как вы считаете, Лиля, вот имея полную матрицу информации у вас, вы видите это как картографически, как вы оцениваете заявление, которое мы сегодня обсуждаем здесь, и есть ли действительно такая политическая воля, что бы вы сказали на этот счет, как этот вопрос будет продвигаться. Пожалуйста. Звук, звук. Включите микрофон, Лиля. Лиля, включите звук, у вас выключен микрофон, это кнопочка в левом нижнем углу. Все, я включила, извиняюсь. Еще раз приветствую всех коллег. Да, за исключением Анжелы Громадо практически все были уже со всеми, мы виделись и в студии в том числе. Я рада видеть вас хотя бы вот так в зуме на конференциях. заявления Майя и Санду не были на ву для нас, для тех, кто давно следит. Я абсолютно согласна со всеми, кто говорил до меня на эту тему, мы это слышали от предыдущих президентов. Внимание к преднестровскому вопросу, к сожалению, несет волнообразный характер, то у нас поднимается волна, и мы понимаем, что вот-вот-вот, и вроде есть надежда, что сейчас что-то будет предложено, то какие-то опять внутренние междуусобицы, удельных каких-то там князьков отвлекают наше внимание на другой, а в этот момент мы понимаем, что подтвердили частично и господин Василов и господин Кульменский, что существование в Приднестровье это довольно прозаичный экономический интерес определенных граждан, которым это выгодно, очень небольшого, очень узкого круга людей, которые на этом давно имеют свой интерес экономический, политический, может еще какой-то. Сказать, что Кишинев может сейчас возглавить вот эту волну для решения было бы очень оптимистично, учитывая, что мы можем предложить. После того, как мы в 2019 платили за голос депутатов парламента, после того, как мы в 2020 платили за участие в президентских выборах, насколько мы вообще как государство интересны тем и как они нас видят в принципе. Я уже молчу о том, когда мы их называем сепаратисты, когда мы начинаем оскорблять, не пускать, еще что-то. Мы вообще что в этот момент делаем? Мы какие перед собой ставим цели? Мы хотим решить вопрос? Или мы хотим поймать сегодняшний моментальный хайп, который мне сейчас даст политические дивиденды определенной части электората? То есть когда наши политики наконец-то сами будут достаточно взрослыми для того, чтобы видеть свои действия как вы сказали как карту чтобы каждый шаг они оценивали и оценивали последствия как каждый камушек который бросает в воду сколько кругов от этого пойдет тогда мы сможем говорить госпожа Санду не эмоциональный человек насколько я заметила то есть она не будет бросаться просто какими-то заявлениями ничем не подкрепленными в том что у нынешней администрации новые президенты будут такие намерения продвинуться дальше в решении этого конфликта я не сомневаюсь в том дадут ли это сделать получит ли будет ли у нас новый парламент будет ли у нас новое правительство которые будут заниматься тем чтобы решать проблемы граждан республики Молдова в том числе и правовые проблемы потому что когда мы говорим о правах граждан то права граждан республики Молдова на правом берегу Днестра нарушаются тоже не только на левом давайте говорить честно информационную войну мы почти проиграем то что информационный Кишинев несмотря на существование интернета ничего интересного не предложил не разработал но это факт поэтому я все-таки считаю что мы должны оставаться оптимистами но мы должны в то же время абсолютно реально смотреть на вещи подходить к вопросам более так сказать помягче сдержанно меньше эмоций больше рассудка и больше понимать что каждый шаг имеет свои последствия нарушается права граждан я знаю я пользуюсь тем что я у вас выступаю я напомню еще раз что находится в заключении один из лидеров оппозиционных с левого берега Днестров Олег Коржан который 49 дней провел голодовки чуть не умер таким образом только за то что этот человек имеет силу поле характер высказывать свою точку зрения отличную точку зрения тех кто считает себя гражданами считается хозяевами если можно так сказать многих заведений или многих политических каких-то организаций не буду я сейчас тоже нагнетать обстановку но мне бы хотелось чтобы Кишинев высказал свою точную позицию потому что Олег Коржан гражданин республики Молдова я не слышу со стороны Кишинева за исключением нескольких правовых организаций опять же НТО четкой позиции относительно того задержания и того в каком состоянии сейчас находится этот человек это как один из частных примеров а он не единственный когда задерживаются молдавские полицейские в разгар предвыборной кампании и Кишинев какую реакцию там мы знали кто это сделал и что то есть для того чтобы решать что-то нужно что-то предложить а мы пока ничего конкретного кроме закона 2005 года и благих намерений предложить не можем и вот это как раз сейчас эта волна смены власти сначала в президентуре возможно это все-таки пойдет и дальше дает возможность Кишиневу наконец-то выработать какую-то более-менее единую позицию чтобы у нас по решению этого вопроса я вас не слышу я вас не слышу Марьян Лилия скажите пока действительно вот такой период транзита власти в Молдове как вы считаете как будут политические силы спекулировать темой безопасности темой Приднестровья чего ожидать в информационном поле в принципе все того же как обычно одни будут доказывать свою близость Российской Федерации пытаясь использовать тему Приднестровья для того чтобы показать какие-то не заботятся и любое слово использовать как хайп для того чтобы постараться как бы посадить пятно на если можно так выразиться на белый пиджак избранного но еще не вступившего даже в свои права президента по сути хотя занимаясь частично даже фейк-ньюс потому что ровно те же выражения как говорил Майя Сандру были использованы и предыдущей администрации в самом начале своего мандата но об этом почему-то благополучно забывается и делается хайп на ровном месте я имею ввиду молдавскую сторону сейчас на левую правую но если у нас есть политики которые предлагали сдать в аренду Приднестровье вступать объединяться с Румынией вообще без Приднестровья то есть о чем мы сейчас можем говорить вот это несколько моментов когда я говорю о том что Кишинев ничего конкретного не предложил на самом деле мы сами для себя многие вопросы не поняли не решили не приняли у нас нет консенсусов по ним внутри политического и национального и при этом мы все время пытаемся что-то решить мы у себя не можем решить нам нужно определить это наши граждане да значит мы защищаем их права обеспечиваем их права в том числе на информацию на полноценную информацию из разных источников да мы обеспечиваем их право на передвижение и многие-многие другие на свободу словно все если мы этого сделать не можем то мы должны решать свои проблемы чтобы предлагать решение и других другого я пока на сегодняшний день не вижу может быть немножко сумбурно но просто я послушала всех кто говорил до меня как-то не хочется знаете повторяться сейчас потому что во многом мы пересекаемся на самом деле мы все да Марина вы что-то сказали? нет 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 а это у вас телефон понятно поэтому я все-таки надеюсь что мы здравый смысл возобладает и мы прекратим заниматься спекуляциями на тем и будем предпринимать конкретные выверенные шаги тем более что у нас действительно есть достаточное количество друзей которые готовы нам нас в этом поддержать и Украина и Румыния стран Европейского союза Соединенные Штаты Америки и я на самом деле думаю что из Российской Федерации тоже мы можем вести диалог для того чтобы наконец-то этот вопрос разрешить спасибо вам большое Лилия я очень благодарна всем экспертам которые приняли наше приглашение я благодарна Центру гражданских инициатив за такой проект как Solidarity Talks в рамках которого сегодня организована эта панель я думаю что если не все то мы затронули большинство факторов которые задействованы в этой непростой ситуации от информационных заканчивая техническими политическими и я действительно верю что такие разговоры нужны и они нужны чаще с большим количеством журналистов экспертов и я вам благодарна от всей души что мы так провели эти полтора часа с результатом и вот кстати мне написали сейчас что в Молдове тоже следили за нашей дискуссией в частности сайт АВМД поставил нашу трансляцию к себе на страницу и там были просмотры поэтому я думаю что мы сделали сегодня хорошее дело не только для украинской аудитории так такое информирование как soft power информирование так и для молдавского зрителя поэтому благодарна вам Саша Романцова floor is yours друзья спасибо вам огромное на самом деле мы очень рады что у нас есть возможность и повод и хороший повод ну по крайней мере внушающий надежду повод действительно поднять тему важного для нас соседа действительно соседа с которым мы я надеюсь двигаемся в одном направлении развития прав человека и поэтому мы так рады что действительно вот в нашей solidarity ток задачи которых напомнить друг о другу и зрителям и что мы не одни на этом пути верховенства права и прав человека поэтому обязательно ждем вас в том числе на другие solidarity которые будут по странам в нашем регионе регион который во многом схож и очень разнообразен и самое важное чтобы мы не забывали друг друга поддерживать поэтому успеха удачи будем с удовольствием наблюдать за вашими победами и с удовольствием примем участие когда нужна будет наша поддержка спасибо вам огромное и безумно рады были вас видеть слышать запись будет и на ютюбе и останется в фейсбуке мы обязательно разошлем вам в том числе для того чтобы вы могли использовать его на своих на своих каких-то платформах распространять эту информацию и ну что с хорошим началом и вас и нас спасибо все хорошо до свидания спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания